Российская армия получила крупнейшую за последние полтора десятилетия партию боевых машин пехоты. БМП-3, разработанные курганскими конструкторами еще в конце 80-х, были признаны лучшими в своем классе, но с начала 90-х выпускались главным образом на экспорт. Алексей Пономарев изучил боевые характеристики машины. На этой некогда секретной погрузочной площадке журналисты работают впервые. И впервые за последние 15 лет в Российскую армию отправляется самая крупная партия БМП-3. Сами конструкторы называют свое детище легкий танк. Такие раньше поставлялись только на экспорт. Боекомплект 6 тысяч патронов и 500 снарядов, противотанковые управляемые ракеты. Боевая машина пехоты уже не только для ближнего боя. Три пулемета и две пушки 30-100 мм с автоматической зарядкой. При весе в 19 тонн скорость БМП-3 по пересеченной местности 70 км в час. Машина способна брать на борт 12 человек. Тепловизор российско-белорусского производства позволяет видеть цель на расстоянии в несколько километров. Новая БМП оборудована двумя системами противоракетной обороны. Арена против ракет с лазерным наведением и штора. Принцип действия последнего комплекса таков. В бою на БМП включается инфракрасный излучатель большой мощности, который сбивает с толку систему наведения управляемой противотанковой ракетой или снаряда. На полигоне такая ракета потеряла цель до 250 метров от БМП. Машины и экипаж были сохранены. Около тысячи таких боевых машин пехоты уже стоит на вооружении в различных странах. В России до недавнего времени их насчитывалось едва 300 единиц. С увеличением гособоронзаказа ситуация резко меняется. Руководство военного ведомства хоть и не раскрывает свои планы, но говорит, что внутренний рынок стал таким же перспективным, как и поставки за рубеж. Выпуск БМП-3 будет ежегодно увеличиваться на 20%. Эта информация секретная, ее я безусловно дать не могу, а в общих чертах могу рассказать. Вы знаете, как это фильм, ВИ называется, достаточное количество техники. Много, много. Ну, будем говорить так, сотни. Руководство Федеральной службы по оборонному заказу приехало на Курганмаш. Завод не только проконтролировать отправку БМП-3 в войска, но и увидеть принципиально новую боевую машину десанта четвертого поколения. На ее создание у конструкторов ушло два года. В Кургане сейчас собирают первые опытные образцы. БМД-4М – единственная в мире машина, которую можно десантировать вместе с экипажем и сразу в бой. При весе 18 тонн у нее улучшенная плавучесть, более мощное вооружение, при этом броня тоньше, чем у предшественников. Специальный алюминиевый сплав обеспечивает защиту экипажа. Броня БМД-4М обладает свойствами, обеспечивающими исключение появления осколков внутри обитаемого отсека при поражении ее снарядами или крупнокалиберным патроном. Через два месяца новую машину десанта уже будут испытывать на полигоне. Сильное изготовление БМД-4М, вам как гособоронзаказа, начнется в 2009 году. Алексей Пономарев, Станислав Романович, Александр Пермихин. Вести. Курган.